доброго времени сутки друзья спросили и мы сегодня разберем важный момент как делаются подстановки подстановки и клюшки под броски можно ли это специально сделать или это случайно игроки делают смотрите если я просто бросаю поворотом вот делают такие набросы у меня игроки которые стоят перед воротами сами сами сейчас я покажу сами подставляют клюшку сами вот я делаю просто наброс на ворота не щелчок еще просто набрасываю ворота лежит в одно у нас по-моему здесь такой особой постановки то не было вратарь ждет в одном направлении шайбу а приходит на в другом получает гол иногда мы можем подождать пока наш соперник перед ворот и наш партнер перед воротами окажутся какой здесь нюанс иногда бывает в реально ворота полностью закрытые полностью закрытые или наш игроков не питает не пускает на пятак и некому подставлять сейчас гол в стиле мечкова посмотрите забил овечкин вратаря бывает на пятак не пускает никому клюшку поставить а хочется а поставить клюшку хочется что можно делать в этом случае смотрите у нас есть кнопка такая волшебная r1 это пас навесом мы сейчас видели мы под паски бросили была подстановку он такая не точная у нас есть кнопка r1 которую мы нажимаем и целенаправленно можем дать пас и можем дать пас мимо ворот потому что броском например броском то что мы давали с вами на постановку это только только летит в ворота до шайбы все время ворота даже если там кто-то и хочет ее поставить а чтобы самим сделать постановку нажимаем r1 кнопку вот у нас появляется линия но у вас ее не будет потому что я сейчас в режиме для объяснения у вас у вас появляется линия куда вы передачу можете сделать и левом скилстиком левом вы регулируете куда ее делать вы можете в борту сделать до самый главный момент вы нажимаете вот на метни передачу бросок поняли да нажимаете вот момент не передачу а бросок и тогда вы бросок можете сделать мимо ворот в любую точку которую хотите это может быть просто кистевой бросок или щелчок и в любую хоть их хотите в свои ворота бросьте удивите своего можете удивить своего галкипера например можете в борт щелкать со всей силы вот это все вот эти все щелчки я сейчас нажимаю кнопку r2 r1 и делая просто щелчок она дает только одно преимущество что мы можем бросить мимо ворот там где он наш игрок потенциально может оказаться поэтому зажимаем просто r1 здесь иногда нажимая говорю r2 от ссори всегда r1 под это пас навесом подкидка точнее вот кнопка кнопка r1 конкретно r1 и тогда уже могу лицами направлено направлять этой кнопкой шайбу какому-то своему игроку стоящему вот видите конкретный пример у меня игрок стоял мимо ворот но рядом с воротами если бы я делал бросок у меня шайба точно бы ворота полетела а я делаю подкидку мимо ворот конкретно видите как именно подкидку пасом r1 и нажимаю кнопку вверх правым скилстиком бросок значит да ну просто кнопку броска наверх поднимаю скилстик держу кнопку r1 поднимаю бросок правым скилстиком наверх у меня подброс такой получается и мимо ворот что самое ценное и наш игрок подставляет подставляет клюшку в общем вот это нам дает преимущество бросать мимо ворот и уже оттуда наши игроки будут подставлять клюшки вот сейчас опять я держал r1 бросал мимо ворот сейчас ворота полетели но я просто на игрока направлял он подставляет клюшку гол можно много из этих из этого приема много чего интересно вытащить в общем если вы просто делаете на подкидку не такую броском который в ворота летит а именно r1 r1 и ваши игроки будут ваши красиво эффектно подставлять клюшки уже это целенаправленно ваше действие будут не случайно и можно его учить участить ходите зону держите r1 ваш игрок пошел на ворота так меня с прицеливанием туго и вы даете на него передачи вот опять мимо ворот давал видите целенаправленно мимо ворот бросаете классная конечно эта комбинация и ваш игрок подставляет клюшку потому что часто ваши игроки реально не на воротах а где-нибудь рядом а передачи им не проходит потому что защитник удержит так если вопросы будут задавайте я вроде так поподробнее все постарался объяснить про эту кнопку волшебную r1 суть такая что просто даете передачу броском мимо ворот это делается зажимая r1 левом скилстиком направлении направляете движение а правом скилстиком нажимаете бросок не знаю можно ли так наглого навесить но давайте попробуем сильно навесить а давайте еще дать кстати можно со щелчка попробуем будут наши успеют игроки повесить подставить со щелчка имею ввиду опять зажимая r1 да тоже подставляет но им не успеть просто я обычно просто на накидочки делаю вот такие не ворот со щелчка кстати не пробовал наверно может быть она сильнее как-то влетать будет пока я вижу что они не успевают так что по поводу неудобные также можно верхом с неудобные делать подкидку сейчас мне вообще-то нравится эффектно смотрится сейчас с неудобной пасами имеют берем на неудобную бросаем игроки подставляют на красиво смотрится по моему как настоящем хоккей неудобные руки мы все время с удобно делали теперь с неудобные кузя кузнецов подкидку делает на голову протас подставляет на красивое все ребят все рассказал про эти моменты пробуйте тренируйтесь улучшайте свои навыки игры в хоккей это интересно есть прикольные моменты которые получаются все подставляйте шайбы чтобы чтобы у вас они летели прямо у ворота спасибо всем за просмотр пока 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 пока